Время новостей 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 Я думаю, что ближе к середине месяца декабря уже начнем такие меры принимать, вплоть до штрафов. Поэтому хотелось бы действительно обратиться ко всем участникам дорожного движения, не боясь даже штрафов. Вы учтите, что ответственность с ответственностью административной, но все-таки от зимней резины зависит жизнь ваша, жизнь ваших родных, перевозки тех же пассажиров, а также жизнь других участников дорожного движения. Понятно, некоторые говорят, вот я ас, я профи, я умею, я все лето, некоторые водители мне говорят, я все лето, вернее всю зиму проездил на летней резине, и ничего со мной не случилось, и все в порядке. Я согласен, но, как говорится, день на день не приходится, не ты будешь виноват, так тебе. Поэтому, ну, а в частности, виновности, когда к ДТП, если произойдет, и это произойдет по вине и по причине того водителя, у кого будет установлена либо летняя резина, либо с низким достаточным протектором, то это будет идти как отечащую вину обстоятельства. Поэтому без обид, товарищи водители, заблаговременно думайте, используйте, меняйте, и никакой беды на дороге с вами в этот период зимней не произойдет. Важно не только заменить летние шины на зимние, но и полностью подготовить автомобиль к зиме. Проверить общее состояние системы отопления салона в обязательном порядке, убедиться в исправности внешних осветительных приборов. В период, когда большую часть времени темно, туман, идет дождь и снег, очень важно иметь хорошее освещение. Необходимо заправить специальной незамерзающей жидкостью омыватель. Также рекомендуется проверить аккумулятор до наступления сильных морозов. Кроме того, напоминаем, 27 ноября пройдет единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий в зимних условиях. При всей своей очевидности процесс своевременный и, главное, правильный переобувки машины по сезону постоянно вызывает даже у опытных автомобилистов ряд вопросов. И хотя самые распространенные из них, когда все-таки надо менять резину, есть и другие, от которых напрямую зависит не только безопасность езды, но и финансовое благосостояние автолюбителей. Пришло время задуматься об одной из самых важных и ответственных сезонных процедур – замене летних покрышек на зимние. Так, готовясь к холодам, первонаперво надо определиться, какую же резину лучше купить. Лучше всего покупать качественную зимнюю резину, не всесезонную, потому что многие сейчас стараются сэкономить, но дорога ошибок не прощает и погода может за один день внести коррективы. Что же касается времени переобувки, то производители шин рекомендуют не дожидаться устойчивых минусовых температур. Желательно начинать переобуваться где-то с середины октября, потому что летние шины от 7 градусов тепла уже как бы не работают, свои свойства теряют. Поэтому желательно переобуваться заранее, ну и это избавит от очередей, от состояния в очереди. Еще один совет от профессионалов касается правильной установки поддержанных шин. Чтобы снивелировать их износ, рекомендуется каждый сезон менять покрышки местами, передние ставить на заднюю ось и наоборот. И, разумеется, в шиномонтажной мастерской вам обязательно сбалансируют шины при каждой новой установке, невзирая на то, хранились ли они в сборе с дисками или отдельно. Колесо отбалансировано. Шины лучше всего хранить в прохладном, темном помещении, чтобы не попадали солнечные лучи, ну и не было прямого воздействия источников тепла. Это основные такие критерии. А как лучше, вертикально или горизонтально? Ну, это не столь принципиальный вопрос. Если вертикально, это хорошо, в пакетах можно хранить. Горизонтально тоже надо перекладывать периодически, чтобы не слеживались. Правда, если вы не приобретаете новую резину, обязательно проверьте хранившуюся на балконе или в гараже на предмет повреждений и глубины протектора, которая должна составлять для зимней обуви не менее 4 мм. Можно ли заменить шины на светофоре? А мы говорим, что можно. В здании магазина светофора есть шиномонтаж, где на современном и качественном оборудовании вам сменят шины профессиональные мастера. Одно из лучших оборудований в городе – варка боковых порезов, ремонт любых шин до 56 дюймов. Приглашаем всех случайно в шиномонтажную мастерскую, которая находится в здании магазина «Светофор». Есть вопрос? Звоните. Уже известен график прямых телефонных линий, который проведет Слудский районный исполнительный комитет. 26 ноября с 11.00 до 12.00 по телефону 54676 прямую линию проведет заместитель директора Куб Слудская ЖГХ по экономике Наталья Викторовна Лях. 26 ноября с 11.00 до 12.00 прямую линию по телефону 56039 на тему порядок предоставления государственной адресной социальной помощи в виде социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузника проведет заведующий отделением первичного приема анализа информирования и прогнозирования Слудский территориальный центр социального обслуживания населения Елена Викторовна Ханяк. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Слудскому району 26 ноября проведет тематический день информирования по вопросу исчисления и уплаты индивидуальными предпринимателями подоходного налога при осуществлении предпринимательской деятельности. Обращайтесь в сектор информационно-разъяснительной работы по адресу город Слудск, улица Лацкова, 2, кабинет 303, телефон 8017-95-972-27. Футбольный клуб Слудск сыграет переходные матчи за право продолжать выступление в высшей лиге в следующем сезоне. Команда не приблизилась к 13-му месту, минимально уступив Гродненскому Неману в предпоследнем туре чемпионата. Ничья в воскресной игре давала бы надежду Слудску на сохранение прописки в вышке без переходных матчей. Но, как ни старались наши ребята, гродненская команда оказалась сильнее. На 29-й минуте Академиан красиво замкнул подачу с фланга и Неман повел 1-0. Попади Серима в ворота в вернейшем моменте после этого все могло бы быть по-другому, но, увы, до конца матча голов больше не было. Хотя Слудск точно наиграл на ничью. Команда остается с 27 очками на 14-м месте и готовится к следующим играм. Со Смолевичами 28 ноября на Городском, а в начале декабря с Крумкачами, занявшими третье место в первой лиге. Кстати, 90 минут в матче с Неманом провел на поле наш молодой игрок Михаил Сачковский. Вышел на замену во втором тайме Владислав Сычев. Александр Бразевич прокомментировал игру. Конечно, хотелось. Должны были за 5 очков, но по большому, чтобы для этого все сделали. Хотя бы ничью, я думаю, мы заслуживали, по крайней мере, из тех, может быть, немногочисленных моментов у обоих ворот. Наш момент в первой тайме был самым острым, мы им не воспользовались. Ну и вообще, если брать, размножить какие-то компоненты, аспекты, то думаю, что мы были точно не слабее сегодня. И как бы, конечно, в гостях против третьей команды чемпионата на данный момент, на данный момент, против третьей команды чемпионата, выглядеть как минимум на равных. Это отрадный факт, вроде и приятно. Но, тем не менее, нам нужно еще работать для того, чтобы выполнить свою главную задачу до конца чемпионата. Будем работать, что делать. Раз нам сверху посылается такое испытание, значит, мы заслужили то, что имели. Не могу сказать, что мы готовились к рункачам сегодня. Мы, наоборот, стараемся об этом не думать, по крайней мере, в общих командном плане, когда решается исход. Важное, скажем, важное противостояние, когда на весах и на кону стоит путевка в высшую лигу, это очень важно всегда, очень сложно всегда. Это дополнительные эмоции, когда это всего лишь два матча, это дополнительные эмоции. Это какое-то влияние, определенное, скажем, фарта, потому что есть всего лишь два матча, да, и любая ошибка на вес золота. Поэтому это всегда непросто, это всегда тяжело в плане сезона, в плане качества полей. Поэтому, кто бы ни был, еще раз повторю, кроме качей, это или кто бы другой, это всегда будет, в любом случае, это будут тяжелые матчи. Дублеры Слуцка накануне проиграли резервистам Немана со счетом 0-3. Ребята остаются на 10-м месте. Переходные матчи за право играть в высшей лиге в следующем сезоне пройдут между Слуцком и Крумкачами 2 и 6 декабря. По итогам жеребьевки 2 декабря Слуцк сыграет на выезде. 6 декабря матч на домашнем стадионе. Дом, в котором предусмотрены все мелочи. В уникальном жилом комплексе «Минск.Мир» сдан еще один дом. Он называется «Вальс» и расположен в квартале мировых танцев. Квартиры в нем уже проданы, а на первом этаже бизнес обустраивает магазины и объекты сервиса. Кстати, в ноябре приобрести недвижимость в комплексе «Минск.Мир» можно на особенно выгодных условиях. Действуют скидки, а также партнерский кредит на 20 лет в рублях. Всего от 4,99% годовых. Какой он новый стандарт удобной городской жизни в репортаже. Новый дом в квартале мировых танцев и новые возможности. Дом сдан, а вокруг него, да и в самом доме, начинает создаваться комфортная инфраструктура. А это возможности для бизнеса. Первый этаж дома «Вальс» – просторные коммерческие помещения. За этим словом скрываются магазины, кафе, объекты сервиса, аптеки. Компания, в которой работает Лариса Аверчик, приобрела большие площади. И здесь будет продуктовый магазин. Мы будем это помещение сдавать в аренду в торговой сети. Размещение таких объектов, место расположения – это важный фактор для привлекательности таких объектов. Мы рассматривали следующие факторы. Это близкое расположение магистральной улицы, наличие автобусной остановки, наличие парковочных мест. И, кроме этого, мы знаем, что в жилом доме «Вальс» выкуплены все квартиры. Мы надеемся, что этот торговый объект будет востребован. Мы считаем, что приобретение этого магазина – это достойное приобретение. «Минск.Мир.Город в городе» – новый центр столицы со своими проспектами, новым городским парком. Центр притяжения инвестиций. В сотрудничестве с Дубайским финансовым центром здесь возводят высотки Международного финансового центра. Для отдыха и шопинга – крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Данный холдинг строит много коммерческих неживых помещений. Мы с ними сотрудничаем и в ближайшее время рассматриваем вопрос о приобретении еще нескольких таких помещений. «Минск.Мир.Город в городе» поделен на кварталы. Дом «Вальс», например, в квартале мировых танцев. В каждом квартале будет школа или детский сад. Всего в комплексе запланировано 7 школ и 12 детских садов. Помимо взрослой и детских, поликлиник откроется и медицинский центр. Между всеми кварталами комплекса – сеть велодорожек. С центром район связывают широкие проспекты и новая линия метро. Всего несколько минут до площади независимости. В доме «Вальс» все квартиры проданы, но доступна недвижимость в доме «Фламенко». Это совсем рядом. А в целом сегодня можно приобрести квартиры в 11 кварталах. Средиземноморский, Африка, Азия, Южная Европа, мировых танцев, Евразия, чемпионов. В полностью готовом Эмиратс или новом тропические острова. Каждому покупателю бесплатная консультация дизайнеров. Стоит поторопиться до конца ноября, приобрести квартиры в комплексе «Минск.Мир» можно на особенно выгодных условиях. Например, в уникальную беспроцентную рассрочку от застройщика на 100 месяцев. Нужен только первый взнос и паспорт. Решить финансовый вопрос поможет и партнерский кредит на 20 лет в белорусских рублях. Ставка в первый год менее 5% годовых. Кроме того, до конца месяца действуют другие выгодные предложения и скидки до 20%. А еще бонус до 10 тысяч рублей тем, кто приобретет квартиру дистанционно через сайт застройщика. До конца ноября еще есть время и есть возможность успеть воспользоваться предложениями застройщика и войти в Новый год собственникам квартиры в Минске. Случание среди победителей областного этапа конкурса «Волонтер года-2020». Поздравляем победителей областного этапа в номинации «Личный вклад среди учащейся молодежи» Павлюкевич Валерия «Учащиеся средней школы номер 5». А в номинации «Лучшая волонтерская группа в социальной сети» победил «Инстаграм БРСМ» нижнее подчеркивание «Скул11» нижнее подчеркивание «Слудск». Случание стали обладателями двух кубков гран-при на международном фестивале-конкурсе. 21 ноября в городе Бровары, Украина, состоялся пятый благотворительный международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества Инна Бровары. Более полутора тысяч участников из Украины, Польши, Беларуси, Китая, Латвии соревновались в различных номинациях. Учителя и учащиеся Слудской детской школы искусств достойно выступили и стали обладателями сразу двух кубков гран-при. Высшей наградой отмечен Народный оркестр русских народных инструментов, руководитель Сапелкина Наталья Леонидовна в номинации «Инструментальное исполнительство» и Олег Лариков в номинации «Эстрадный вокал». «Инструментальное исполнительство» Уже в это воскресенье в Польше пройдет детский конкурс. Конкурс песни «Евровидение-2020». Представительница Беларуси Арина Пехтерева выступит под номером 5. Всего участия в конкурсе примут 12 стран. В этом году в связи с пандемией коронавируса Европейский вещательный союз решил провести детский конкурс песни «Евровидение» в новом формате. В эфире будут звучать заранее записанные композиции участников шоу. По условиям шоу Арина Пехтерева спела свою композицию «Пришельцы вживую». К слову, строки с песней зрители смогут уловить взглядом даже на костюме артистки. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Слоган детского Евровидения 2020 – «Двигай мир». Прямую трансляцию «Пришельцы вживую» Солнце устава Оренья света мой журнал от потеряга Его и так мало Одинокие гости ношу на земле Смысл трудно искать, говоря, да Приресуем дарьям цветы на прозрачном стекле Мир в наших ладонях скажем сами себя Crying, crying, but we are blind Hey, if we believe we are lucky А сейчас традиционная погода 25 ноября ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь Слабый туман, ветер западный 5-10 метров в секунду Температура воздуха минимальная ночью 0,5 А максимальная днем плюс 3,8 26 ноября ожидается облачная с прояснениями погода Ночью местами небольшие кратковременные дожди Днем преимущественно без осадков Ночью и утром в отдельных районах слабый туман Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду Днем местами порывы до 14 метров в секунду Температура воздуха минимальная ночью Минус 1,4 Максимальная днем 0,5 27 ноября ожидается облачная с прояснениями погода На большей части территории кратковременные осадки Дождь, днем возможен мокрый снег Местами слабый туман Ночью и утром на отдельных участках дорог гололезится Ветер западный, северо-западный Днем местами порывы до 14 метров в секунду Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3 Днем 0, плюс 5 На этом наш информационный выпуск завершен Берегите себя и не переключайтесь Далее вас ждет много интересного